Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 марта и если первые посевы для теплицы я пикирую, пересаживаю в стаканчики, то ранние я вот только сею. Сею все ранние, скороспелые. Их можно сеять будет еще и в апреле, до середины апреля. Но этот видеоролик я хочу посвятить такой интересной теме, что вот иногда мы хотим посеять сразу много сортов, но по несколько штук. Как не запутаться? Я вам расскажу, как это делаю я. Вот в этом лотке у меня сейчас посеяно 36 сортов. Зачем так много и в маленьком количестве? Но это потому, что я все ищу, стараюсь найти все новые и новые, вот эти сибирские, неприхотливые, с коротким сроком вегетации. А для того, чтобы посмотреть и узнать, хорош ли томат, нужно обязательно его вырастить на своем участке. Только тогда ты поймешь, подходит он тебе или не подходит. Описание на пачке ничего не значит. Так же, как и, например, отзывы других огородников, тоже не очень много придавать им нужно значения, потому что у вас другой совсем состав грунта, у вас другие условия, вы по-другому будете ухаживать. И чтобы узнать, подходит ли вам сорт, конечно, один или два раза нужно вырастить его у себя. И вот нынче я снова набрала очень-очень много сортов. Вот видите, у меня в этом лотке 36 сортов. И красную шапочку по рекомендациям купила, приобрела. Потом Данко, Буратино, домашний разносол. Вот серия непосынкующихся, непосынкующейся полосатой, непосынкующейся розовой, непосынкующейся малиновой. Вот яблонька России, про которую очень много сказано. Все спрашивают, выращивала или нет. Буду первый год выращивать. Яблонька России, рябинушка какая-то. Потом, ну, короче, очень много. Так, так, так еще что. А филипок вот первый раз буду выращивать. Потом черри, оливка один раз, первый раз буду выращивать. Сибирский сувенир. Но перечислять не буду. Короче, я набрала 36 сортов на пробу. Все. Что я делаю? Технология посева та же, но только разделение у меня по-другому. Вот когда я уложила вот этот грунт в лоток, я наметила вот здесь, ну, как вдавливанием бороздки. И разделила все поле вот металлическими пластинами, с железных банок вырезанными. Для того, чтобы ряд был не целый, а половинчатый. То есть, всего 8-10 штучек вот в каждом ряду. Высаживаю часто, потому что все семена магазинные, непроверенного качества. И для того, чтобы не было, ну, как, таких неприятностей, что посеяла, мне надо всего 4, например, или 5 штук. Но если я посею 5 семян, а не взойдет всего 2, это будет, конечно, мало. Высеваю по 8-10, и получается вот на одной стороне у меня 18, и на другой 18 сортов, 36 сортов. Здесь, чтобы мне не перепутаться, я вот так просто номера ставлю, и, извините, тут у меня уже этот лоток второй раз пошел. Но мне все понятно. Вы, может быть, не поймете, я, конечно, все это красиво не делаю, все это для себя. Вот у меня тут первый. Все, я посеяла, как обычно, сейчас закрою землей, и потом, через месяц, я получаю вот такой лоток. Тут тоже 36 сортов, только чуть раннего посева мартовского. И, казалось бы, вот эта томатная каша, как ее тут разберешь? Но, если вы будете делать все правильно, то вы никогда не запутаетесь, потому что, посмотрев вот сюда вглубь, мы видим, вот она эта у нас разделительная пластина, то есть этот ряд досюда. И так как я высеваю стройными рядами, вот видно, пожалуйста, номер 21. Вот он рядок, номер 22 соседний. Никак их не перепутаешь. Вот этот раз смотрю номер, под каким названием здесь у меня 21 ряд, все, и пикирую. Пикировать вот эти растения можно или вот так разрежено в лоточки, вот у меня в лотке распикировано, или в стаканчики. И сейчас сразу скажу, отвечу на многочисленные вопросы, когда спрашивают, вы всем томатом делаете вот эти вот пикировки, пересадки, двойные, тройные? Конечно же, нет. Вот эти посевы, которые я посею сегодня, это конец марта. В конце апреля они будут вот такими вот, вот 2-3 настоящих листа. Они здесь не очень густо у меня посеяны, вот до двух листьев они нормально себя чувствуют. Вы видели, я вам там показывала внутри, ой, сейчас еще покажу. Ни плесени, никаких ничего нет, они чуть-чуть потянутые, но я их буду заглублять до 7 долей, и все нормально. Вот через месяц, в конце апреля они будут такие, я их один раз распикирую, и в конце мая я их уже высаживаю. То есть никаких перевалок, никаких дополнительных пересадок. Вот посев, через месяц вот такой. Вот это я показала вам все этапы тех томатов, вот все процедуры, которые я делаю, которые я высеваю в стандартные сроки, а не для получения раннего урожая. То есть, если вы сеете по стандартной схеме, здесь все довольно-таки просто. Посев, пикировка, и прямо из лотка вот отсюда в грунт, или из лотка, или из стакана, все равно откуда. Видите, они здесь у меня пореже, они делаются такие толстые. Можно было их, конечно, в стакан еще пересадить, но я думаю, если вы посеете вовремя, и вот такие вот, я имею ввиду проранние скороспелые, ранние скороспелые, их можно 50-55 дней, вот так можно высаживать все. Никаких дополнительных перевалок, пересадок для тех томатов, которые мы сеем в стандартные для вашего региона грунта, делать не обязательно. Эти процедуры мы делаем только с ранними посевами, а эти и так вырастают. Все, посеял, распикировал, и вот отсюда в грунт. Все, до свидания. Ну, ролик начала снимать для того, чтобы показать, как много сортов не запутаться. Это делается очень просто. Окончилось тем, что показала еще, ну, рассказала подробно и наглядно, что поздние посевы многократно пересаживать, переваливать и распикировывать, рассаживать не обязательно. Все, до свидания.